В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Вы смотрите программу «Город новости по Выборгске» в студии Людмила Перминова. Здравствуйте! Новости по Выборгской муниципальной телекомпания. Новости по Выборгской муниципальной телекомпания. В 11 я приехала. Во дворах вообще очень было наледи много, потому что не таяло, немножко похолоднее было. А дороги более-менее, но все равно страшно было ехать, опасно. Гололед заставил многих водителей начать рабочую неделю с визита в автоцентр. В мастерских шиномонтажа выстроились очереди из желающих переобуть свои машины, заменить летнюю резину на зимнюю. Как всегда у русского человека снег выпал, поехали менять. Вчера менял, просто не попасть на монтаж. Я второй день уже езжу, надо поменять. Конечно, погода, как всегда, была неожиданностью, но в любом случае собиралась уже поменять резину с летней на зимнюю. Утром пришлось очень аккуратно ехать, потому что в разных местах дорога непредсказуемая. Где-то она сырая, где-то она с наледью и скользкая. Сотрудники ГИБДД и дорожных служб призывают водителей быть аккуратнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. На ближайшие дни синоптики прогнозируют ночные заморозки и не исключают возможность мокрого снега. В Ленавтодоре открыта круглосуточная телефонная линия по ситуации на областных трассах. Телефон единой дежурно-диспетчерской службы Выборгского района 2-21-75. Ленинградская область вошла в десятку ведущих регионов по инвестициям на одного жителя. В 2018 регион привлек более 465 миллиардов рублей, что на 27% больше, чем годом ранее. И это лучший результат, отметил губернатор Александр Дрозденко в ходе заседания областного совета по улучшению инвестиционного климата. Мы продолжаем расти 2017 год к 2016, а 2016 год к 2015 году. То есть такой хороший тренд на рост инвестиций. И по этому показателю, по общему объему инвестиций, хотя я сказал, что по объему инвестиций на одного жителя мы среди лидеров, а по общему объему инвестиций мы также вошли в десятку, занимаем восьмое место среди всех субъектов Российской Федерации. Но впереди нас это нефтегазовые регионы и город Москва. По словам главы региона, чтобы удержать темпы, необходимо переходить на современные формы работы, активно внедрять цифровой сервис предоставления услуг. Хочу сказать, что кое-где мы уже лидеры Российской Федерации. Например, мы неплохо увеличили долю закупок у субъектов малого бизнеса. И здесь мы уже превысили давно те указанные показатели, которые обозначил субъектом Российской Федерации президент Владимир Владимирович Путин. Мы одни из первых в России перешли на представление в электронном виде услуг по регистрации юридических лиц предпринимателей. Александр Дорозденко также отметил, что Ленинградская область одной из первых в стране ввела новые механизмы поддержки малого бизнеса, сократила сроки и количество процедур по регистрации и подключению к электросетям. Для улучшения инвест-климата в регионе предстоит решить ряд проблем, в том числе нехватки кадров. Нам предстоит достаточно большая, серьезная работа в ближайшие годы по дальнейшему изменению структуры подготовки кадров, прежде всего синих воротничков, потому что мы видим, что есть дефицит квалифицированных кадров, современных кадров для тех новых предприятий, которые открываются в Ленинградской области. В рамках совета были представлены конкретные кейсы инвесторов, реализующих проекты в регионе. В частности, о своих планах рассказал руководитель фармацевтического предприятия в ходе экскурсии по производству. Зарыть котлован на улице Куйбышева, 13, и сделать на его месте детскую площадку. С такой просьбой обратилась к губернатору области, жительница Выборга, дозвонившись в августе на прямую линию. Это бывшая территория детского сада от водоканала. Когда-то они, видимо, эту территорию или продали, или что-то там сделали. Я не знаю, вырыли котлован. Он вырыт и до сих пор не зарыт. Там уже помойка. Тогда в ходе прямой линии Александр Дрозденко переадресовал вопрос к представителям местной администрации. Оказалось, что земельный участок по адресу улицы Куйбышева, 13, принадлежит на праве собственности ООО «СПА». Позже, в ответ на запрос, владелец объекта сообщил, что начатое строительство планируется завершить. Информацию о сроках его окончания застройщик не предоставил. Свидетельство о рождении ребенка теперь можно получить за один день. В многофункциональном центре Ленинградской области началась реализация пилотного проекта по выдаче ряда документов в день обращения. Вся процедура занимает всего несколько минут и не требует визита в управление ЗАГС. В результате заявитель получает свидетельство о рождении, справку для получения денежных пособий, а также медаль рожденному на земле Ленинградской. Зарегистрировать малыша через МФЦ можно в течение месяца со дня его рождения. По окончании данного срока необходимо обращаться в территориальный отдел ЗАГС. На первом этапе пилота данная услуга доступна в МФЦ Ленинградской области, Выборгского, Гатчинского и Приозерского районов в новом формате. Новый формат позволяет родителям сэкономить время. Как прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов, запуск пилотного проекта – это первый шаг в работе над внедрением в регионе суперсервиса «Рождение ребенка». На данный момент в МФЦ Выборга, отделах Приморска, Светогорска, поселка Рощина выдано уже 27 свидетельств о рождении ребенка. С 2020 года эта услуга будет предоставляться на территории всей Ленинградской области. В Выборгской таможне начал работу молодежный совет, созданный под эгидой кадровой службы ведомства. Это новая общественная структура, которая будет действовать во всех таможенных органах Российской Федерации. Члены совета помогают молодым сотрудникам адаптироваться в новом коллективе, а также содействуют в создании условий для их профессионального роста. В начале октября члены молодежного совета совместно с сотрудниками района администрации приняли участие в облагораживании сквера «Мужество». Стоит отметить, что накануне завершилась всероссийская акция под названием «Неделя добрых дел». Ее участники проводили субботники, высаживали деревья и помогали нуждающимся. Таким образом, на собственном примере показали, созидательная деятельность – это неотъемлемая часть жизни современного человека. В молодежный совет входят 18 должностных лиц с различных направлений. Это у нас и функциональные подразделения выборской таможни, это со всех постов выбирались самые активные, с активной жизненной позицией молодые лица. В рамках данного направления 11 октября были проведены мероприятия в сквере «Мужество». Была проведена уборка газонов и засеивание новой газонной травой. То есть в следующем году мы, надеемся, увидим здесь красивые газоны. Выборг написал географический диктант. В четвертый раз наш город присоединился к масштабной образовательной акции Русского географического общества. Впервые выборщицы проходили испытания в 2016 году на базе школы номер 37. На тот момент единственные региональные площадки в Ленинградской области. Затем к проведению акции подключились практически все районы. Вторую площадку в Выборге три года назад организовали педагоги и активисты российского движения школьников. Участники Всероссийской туристско-краеведческой экспедиции «Я познаю Россию» из школы номер 14. Приходят разные категории детей. Мы стараемся подтягивать и своих учеников. И мы открыты для жителей города. В разные времена по-разному приходят люди. Это очень интересные вопросы, очень интересные видеоматериалы присылают, которые транслируются до начала диктанта. Очень интересная информация и как-то становится очень приятно. И испытываешь гордость, что являюсь жителем такой великой страны. Количество с каждым годом, как мне кажется, все-таки растет. Те, кто заинтересован в реальном написании вот этого диктанта и получении новых знаний географических о своей стране. Ну вот наша задача, наверное, популяризировать этот диктант среди как моих сверстников, так и, может, остальных людей нашего города. И хотелось бы, чтобы с каждым годом приходило все больше и больше заинтересованных. Небольшая разминка перед стартом. И, как говорится, поехали. Удачи всем участникам географического диктанта пожелал личный экипаж Международной космической станции. 45 минут на 40 вопросов, которые разделили на две части по уровню сложности. 10 простых заданий и 30 более заковыристых, так или иначе связанных со знанием литературы, истории и даже кинематографа. Вопросы, кстати, озвучивали режиссер Никита Михалков, телеведущая Мария Ситтель и музыкант Сергей Шнуров. Я присоединился в первый раз, и вопросы были с подковыркой. Но организация самого мероприятия, разумеется, мне понравилась. Я выражаю отдельную благодарность волонтерам российского движения школьников за организацию. Вопросы были очень интересные. Понравилось, что озвучивали достаточно известные люди. В следующем году я, разумеется, приду. Да, интересно, безусловно. Интересно все, что новое. Пишу диктант второй раз. В прошлом году писал его в штаб-квартире РГО в Санкт-Петербурге. В этом году пишу здесь, на соседней улице. Вопросы были интересные, некоторые были простые. Над некоторым нужно было подумать, вспомнить что-то из курса школы. География, она объединяет науки, такие как, собственно, история, этнография, культура России. Конечно, я призываю всех участвовать в диктанте. Очень полезное, заряжающее энергией мероприятие. Результаты географического диктанта опубликуют на сайте РГО 29 ноября. У тех, кто не смог принять участие в акции лично, на этом же интернет-ресурсе есть возможность выполнить работу в режиме онлайн. Сделать это можно до 14 часов 31 октября. Архитектура Выборга в прошлом, настоящем и будущем. В Выборгском замке выпускники Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета представили на суд зрителей свои проектные работы. Все экспонаты, а их здесь более 30, решают проблему приспособления и сохранения объектов культурного наследия города. У нас есть проекты, которые посвящены отдельным объектам культурного наследия в основном. У нас есть проекты, которые посвящены части городской среды, например, квартал или группа кварталов. А есть объекты, которые посвящены большой городской среде, содержащей себе рекреационную зону, таких как, например, парк Папула. Фрида Абрамян представила на выставке сразу несколько работ. Ее интерес к архитектуре Выборга начался с создания ломбарда. С тех пор она увлеклась изучением творчества Уна Ульберга. За время работы над проектами ей даже пришлось выучить несколько новых языков. У меня собрано колоссальное количество информации, исторической. Это были бесконечные поиски, фотографии, подъем архивных материалов, чертежей, изучение новых для меня языков. Финский, шведский, нужно было все это переводить. И было очень интересно все это поднимать, находить, интересоваться и, собственно, разрабатывать свои проекты. Выпускники университета демонстрируют новый взгляд на выборгскую архитектуру. Они предлагают современные варианты благоустройства набережных и парковых зон, реконструкции и реновации архитектурных объектов. Среди них есть как вполне реализуемые, так и футуристические задумки. Например, здание бывшего хлебозавода предлагается видоизменить и приспособить под музей архитектуры и современного искусства. Ввиду того, что это студенческие работы, они в какой-то степени имеют фантазийные основы. Но вместе с тем в них есть и абсолютно объективная реальность, которая может быть применена городу. И, собственно, что и важно, что и интересно, именно это мы хотим показать. Об этом говорил и председатель Комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой. Он отметил, что такие проекты помогают местной администрации и областному правительству генерировать новые идеи по благоустройству города и сохранению памятников архитектуры. Подобные выставки чрезвычайно полезны для органов власти самого разного уровня, в том числе и для нас, для Комитета по культуре, понимая, куда можно двигаться и нужно двигаться. Также для местной власти. Конечно, не могу обещать, что все эти проекты будут воплощены. Разумеется, многие из них являются такими архитектурными инсайтами. Но я уверен, что и для Комитета по культуре, и для администрации Ленинградской области, для администрации Выборга, в том числе и для наших коллег из Российской ассоциации реставраторов, которые сегодня здесь присутствуют, подобное мероприятие, конечно, очень важно и интересно. Хорошим примером взаимодействия местной власти и инициативных студентов является благоустройство Смоленого мыса. Сначала это тоже был всего лишь чертеж на бумаге, а теперь вполне реальный проект, результаты которого мы увидим совсем скоро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова радиостанций покрывается 99% территории региона. Чтобы цифровое телевидение было доступно всем, в Социальном кодексе предусмотрены компенсации на покупку приставок и антенн. До 2 декабря с пакетом документов ветераны Великой Отечественной войны всех категорий, пенсионеры, получающие федеральную доплату к пенсии, и малоимущие семьи с детьми могут обратиться в Выборгский филиал областного центра социальной защиты населения по адресу улица Выборгская, дом 30. В Выборге начал работу первый многофункциональный передвижной культурный центр. Появился он по инициативе Дома народного творчества Ленинградской области в рамках национального проекта «Культура». Выполненный на базе газона автоклуб уже пользуется большим спросом. Передвижную сцену ждут во всех населенных пунктах, не имеющих своего дома культуры. Мы с вами знаем, что далеко не во всех населенных пунктах населения Ленинградской области есть возможность построить ДК. Очень часто хочется, чтобы на праздник села и на день города, может быть, просто на какое-то знаменательное событие, приехали профессиональные коллективы, поздравили людей. Многофункциональный культурный центр представляет собой автомобиль, оснащенный сцены-трансформером и комплектом звукового, светового и мультимедийного оборудования с автономным источником энергии. Вот именно этот автоклуб, который сегодня показали в Выборге, стоит порядка 5 миллионов рублей. Это, можно сказать, средняя комплектация, потому что он выполнен на базе газона. Это такая средняя по размеру платформа. Он может быть немножко поменьше на базе газели, и он может быть побольше на базе КамАЗа. И, конечно, все зависит от того оборудования, которое там предусмотрено. Протестировать прочность сцены трансформера взялись танцоры ансамбля «Вереск». Задорные русские пляски конструкция выдержала достойно. Артисты уже успели прозвать мобильный дом культуры концертным залом на колесах. Выходишь на эту сцену с каким-то особенным чувством. Если мы привыкли видеть артистов, и сами как артисты привыкли выходить в дома культуры, во дворцы культуры, то здесь атмосфера какая-то, ну вот не такая, правда, девчонки? Во-первых, вы видите зрителя. И зрителями становятся даже те, кто не пришел на ваш концерт, а просто шел мимо. И это вдвойне приятно. В течение этого года в 21 регион Российской Федерации поступят первые 100 таких передвижных автоклубов, что позволит проводить концертные, зрелищные и агитационные мероприятия в любой местности. Все стали забывать, что помимо звезд по телевизору есть наше русское народное творчество. Поэтому я считаю, что идея возродить – это замечательно. Это хорошая возможность собрать всех вместе. Ну и я все-таки считаю, что в нашей сельской местности есть проблемы с этим. Конечно, ну, тяжело там организовать мероприятия веселые, а сцена позволяет это сделать, позволяет разным коллективам выезжать в район и радовать жителей там. Передвижных культурных центров в нашем регионе уже два – в Выборгском и Волосовском районах. По результатам их эксплуатации будет принято решение о расширении автопарка, несущего культуру в массы. Выборг встанет на тропу войны с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Межрайонная больница организует серию мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы с инсультом. В 2004 году Всемирная организация здравоохранения объявила эту патологию глобальной эпидемией века. 30 октября в библиотеке Альвара Алта специалисты отделения профилактики городской поликлиники и волонтеры-медики проведут своеобразную диспансеризацию. Каждому желающему измерят уровень артериального давления, высчитают индекс массы тела, определят экспресс-методом содержания сахара и холестерина в крови, а также объем углекислого газа в выдыхаемом воздухе у курящих. Затем состоится встреча с неврологом Натальей Дубровиной, кардиологом Артемом Меняевым и главным терапевтом межрайонной больницы Ириной Серовой. Кроме того, медики не устают напоминать горожанам о важности таких мероприятий, как диспансеризация и профилактический осмотр. В Выборгском районе состоялась военно-спортивная игра «Зарница», посвященная Дню призывника. Соревнования проводятся в поселке Каменка уже третий год подряд. В них приняли участие команды 23 школ, а также студенты высших и среднеспециальных учебных заведений в возрасте до 17 лет. Организаторами «Зарницы» выступили районная администрация, Дом молодежи и войсковая часть. «Проходит она в нескольких этапах. Они начинают проходить полосу разведчика. Она будет протяженностью более трех километров с разными испытаниями. Их до 21. Испытание у нас самое важное – это все, что на команду. Тут не каждый за себя сам. Тут важно командой пройти. Команда по пять человек». Испытания, которые пришлось пройти ребятам, простыми не назовешь. Участники преодолевали полосу разведчика, состоящую из трехметровых стен, окопов, блиндажей, веревочных переправ, задымленных участков и импровизированных пограничных заграждений. Впечатлений ребятам хватит надолго. «Впечатления были самые замечательные. Командная игра. Поддерживали друг друга. Трехметровая стенка. Было действительно сложно подниматься. Кто-то может поздравить через эти мероприятия, стать чуть умнее, ответственнее». Пройти всю полосу препятствий и при этом не бросить раненого товарища – задача не для слабохарактерных. По мнению казачьего атамана, приехавшего поддержать ребят, такие мероприятия крайне полезны для укрепления духа молодых людей. «Очень полезно. Во-первых, мне кажется, здесь проникаешься общим духом, общение, впечатление. Немножко оторваться от быта, школьного быта, от Дума ЕГЭ. Вообще, мне кажется, вот они общаются, смотрят, смотрят на ребят. Не знаю, мне кажется, должны проникнуться идеи. Тем более сейчас год в службе Родине». Атаман Сергей Сбуржинский провел для мальчишек своеобразный мастер-класс по владению холодным оружием. Среди казачьего реквизита нашлась стыповая казачья шашка 1881 года. «Она легкая, изогнутая, довольно-таки тонкая и двусторонняя заточка». Познакомившись с казачьим и армейским вооружением, вдоволь накатавшись на бронетранспортере и набегавшись по лесу под автоматными очередями, ребята получили заслуженную награду и незабываемый опыт командной работы, который, безусловно, пригодится им в жизни. Наш выпуск на этом завершен. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова